Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 4, урок 13. Чем похоже и чем отличаются данные выражения? Посмотрим внимательно на первое выражение и на второе выражение. Оно состоит из одинаковых смешанных чисел, из тех же знаков сложения и вычитания, и только скобки стоят не на том месте во втором выражении, чем в первом. Посмотрим, как же это повлияет на результат. Найдем значение данных выражений. Найдем значение первого выражения. 4,513 прибавить 2,813 отнять 1,1213 плюс 3,713. Сначала выполним сложение в первой скобке. То есть к 4,513 прибавим 2,813. Для начала сложим целые части. 4 плюс 2. Получим 6. А теперь сложим дробные части. 5,13 прибавим 8,13. Мы получим 13,13. Выполним сложение во второй скобке. От 1,1213 прибавим 3,713. Сначала сложим целые части. 1 плюс 3. Мы получим 4 целых. А теперь 12,13 прибавим 7,13. Мы получим 19,13. Знаменатель остается прежний, а числители складываем. 12 плюс 7 будет 19. Теперь от значения полученного в первой скобке отнимем значение, полученное во второй скобке. 13 мы должны будем отнять 19. Это у нас получится не сразу. И делать этого мы не умеем. Поэтому во второй дроби мы должны провести преобразование. Займем у четверки единицу. Нет, 19,13. Наоборот, выделим целую часть. 19,13. Это будет 1 и 6,13. Так же? Потому что 13 плюс 6 будет 19. И у нас получится 5,613. А вот теперь выполним вычитание. 6,1313 отнимем 5,613. 6 минус 5 будет 1. 13 минус 6 будет 7. Итого у нас получилось 1,713. А теперь найдем значение второго выражения. Оно такое же, только скобки находятся в другом месте. Чтобы не запутаться в наших вычислениях, запишем 4,513. А вот вторым шагом будем выполнять действие в нашей единственной скобке. То есть от 2,813 мы будем отнимать 1,1213. Целые части мы отнимем, а вот дробные части мы отнять не сможем. Поэтому мы должны выполнить преобразование. Для этого мы займем единичку у двойки и прибавим к 13,13 8,13. Мы получим 21,13. Но двойка при этом у нас превратится в единицу. Мы занимали 1, представили его в виде дроби 13,13 и сложили ее с дробной частью, с 8,13, получив 21,13. Отнимем 12,13. Далее запишем плюс 3,713. Целесообразно записать все эти числа, чтобы не запутаться в вычислениях. Теперь 4,513 и выполняем действия в нашей скобке. 21 отнять 12 будет 9, а 1 отнять 1 будет 0. И мы получим дробь 9,13. Добавим 3,713. Сначала мы сложим 4,513. Здесь целых 9,13. 4 плюс 0 будет 4,513. Плюс 9,13 мы получим неправильную дробь. 14,13. Выделим из этой неправильной дроби целую часть. Это будет 1,13 и 1,13. 14,13. Это 1,13 и 1,13. Да еще 4. Мы получим 5,13. Добавим 3,713. Получаем, сложив целые части, 5 плюс 3, 8. А 1,13 плюс 7,13 – 8,13. Вы видите, у нас получились разные значения от того, что у нас передвинулись скобки в данных выражениях. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.